Привет зрители, у нас жуткое зарище. Сегодня четверг, какое-то там число 7, наверное, июля 7, 07. Я тебе сейчас обозорю мой уход в деревню. И потом еще отдельно камеру поднесу к мылу, потому что она умылится, мне это ощущение неохота. У меня тут все слева по борту, но ты не видишь, потому что так же сатиф поставила. Ну вот смотри, зубную пасту я вроде уже как-то обозревала еще в городе. Вот столько она уже уюзалась. Вот, зубная паста. Day to day care. Короче, вот это вот индийская зубная паста, аюрведическая зубная паста. Отбеливание. Day to day care. Соль, лимон. Здоровая десна, свежее дыхание, крепкие зубы. 100 грамм. 50 с чем-то рублей покупала в нужных вещах. Но у нее, она там лежала, у них 300 лет, у нее срок годности 36 месяцев. И она у нас, понять бы до какого. Где-то я там эту дату жизни видела. А, до февраля 23 года. Ну, я думаю, мы ее уделаем тут. У меня есть перекись водорода. Скажешь, нахрена тебе перекись водорода в уходовых средствах. Вот смотри, крайне редко тут цапнет меня кошка, она обычно там меня цапает, тут она ко мне. Мур-мур-мур, дай пожрать. Но у меня какая-нибудь живность типа слепня цапнет. Или убьешь комара в момент кровопития. И там вот эта вот ранка. Помазал, полил. И счастье есть. А потом, после того, как обработаешь перекисью, можно помазать Кайла с Дживаном. Так вот. Кайла с Дживан я специально в прошлый приезд, уезд в город купила, чтобы он тут был отдельный флакончик. Один в городе, другой тут. Он где-то вот по этот трубчик, под синюю вот эту штучку, заюзан уже. Так-с. Я забыла шампунь и гель достать. Я сейчас вспомнила, как были некоторые зрители, но есть такие, которые вопили. Ааа, тебя не видно, надо лицо, экран. А когда делаешь лицо, экран, ааа, не влезает фиговина в этот самый. Короче, вот здесь у нас. Во флакончике от шампуня от Ифраше, который уже давно не шампунь, шампунь на мыльной основе чистотил с зелёным чаем. Вот специально я его сюда приволокла. Правда, пару раз я голову мыла под душем, буквально в том числе вчера гелем для душа. Но как-то вот я не собиралась мыть голову, но там такая тёплая вода из шеланга текла. Такая жарища была на улице, что я готова была холодной водой мыться, хоть круглосуточно 24 на 7 не вылезая из-под душа, не доходя до бассейна, в котором я сидю, то я вот это, ну, как-то вымыла голову. Но им я тоже мыла, в общем, тут видно, что мыла, потому что он не полный. А вот этот Эйвансенс, дивная сказка с искусственным ароматом, сандалового дерева и ванили, крем, гель для душа, 100% экстракта, натурального происхождения, подарок от подписчицы Люли, который тут зимовал. Она в каком-то году, она мне прислала посылку в прошлом, в позапрошлом, фиг знает. И вот у меня этот гель сначала стоял в запасах, он от ноября 19-го года. Может, она мне в 20-м году его прислала, фиг знает. И я, короче говоря, его сюда взяла в деревню. И он у меня что-то почти не успел заюзаться в прошлом году. И я его оставила на зиму, потому что она стабильно. Раньше зимовали гели для душа и шампуни для волос на полочке, на кухне деревни. И он у меня зимовал. И тут вот я им пользуюсь кальгелем для душа. Капельку, чтобы простернуть трюсишки под душиком прямо на улице. Капельку, 2-3-4, чтобы помыть шевелюру. Вот, ну, как-то вот. Капельку, чтобы просто вот так вот забыл губку на руки и саму себя обтереть. Но по большей части я на губочку, губочка шариком, так пшик-пшик-пшик, пены дофига, хорошо смывается. Не знаю почему, но благодаря, видимо, этому смыванию мой орешник, который закрывает меня от лицких глаз, молоденький, в душике, он, короче, и разрастается такой, орешки у него такие вот. Ну, там, конечно, не особо мыло, там много, больше воды попадает на него. Короче, вот он, это гель для душа. В пищевой пленке, потому что надо было как-то довести, чтобы он вдруг не приоткрылся и не вылился. Помнишь, у меня были эти поли, увлажнение, питание, алоэ, вера, 99% гель для лица и тела. А на самом деле здесь уже лосьончик, ну как самопальный, там вот оставалось этого геля вот где-то с кузьки нос. Ну, вот столько, наверное, может, 1,5 геля. Я долила туда фильтрованной воды. И сейчас вот по надобности протираю личико. Вот. Этот вот гелик. Он у меня, ну, в смысле, это тоник на самом деле, на основе алоэ геля для того и другого. У меня тут есть молочко для тела, которое я по большей части использую как крем для рук. Потому что как бы, ну, тут в последнее время жарко. Молочком как бы пользоваться вообще ни к силу, ни к городу. И так жарко, пот с тебя стекает. Тут ещё и молочко. Вообще, я выбрала как крем для ног, как крем для рук и по надобности, как молочко для тела. Это у нас эйвонка, тонус с ароматом, бананом, лосьон до тела, до всех типов кожи, 400 мл. Он уже слегка просроченный, но как-то на консистенцию это нифига не повлияло. Он у нас был до марта 22-го года. Как-то он дофига экономичный, нифига не расходуется. Мне его тоже подарила подписчица Лёля. Лёля мне в своё время подарила очень много всякой такой мыльно-рыльной штуки, за что ей спасибо. Экономила мой бюджет и как бы, аж одно заканчивается, достаёшь из-за кремов родины. Там другое есть. Надеюсь, у Лёли всё в порядке. Так, это, ну, у той Лёли. Тут у нас косметичка, ну и в ней много всякого всего. Самопальный дезик. В воске, пчелином, кокосовом масле, эфирных маслах. И попутно я его ещё иногда использую, как вот копытца, углажнить. Совсем малюсенький. Закончится, привезу ещё. У меня дома таких дофига. А, чего у меня тут ещё есть? Сейчас вот и узнаю. Из ухода-то. О, он вылез из пакетика. Их было два. А я ещё думаю, что у меня вроде было два. А он вылез из пакетика второй. Короче, один у меня как дезик, а другой у меня как... Можно даже иногда без стакрема для рук использовать. Это, конечно, не совсем уходовое средство. Это больше от мигрени. Вот болит голова вечером. Помазался. Это вот мне когда-то мамина подруга привезла из... Ну, точнее как, я из Таиланда. Сотрудница по работе привезла сувенир. А я у неё как-то пришла и что-то настраивала ей ноутбук. У меня так болело голову. Она мне сделала кофе сладкий. А потом говорит, слушай, у меня... Я говорю, у тебя есть какая-нибудь мятная мазь? Говорит, мятной мази нет, но есть вонючка лавандовая. И я помазала, и мне она помогла. Она не любит такие вонючки. Видимо, лавандовые тоже. Она мне подарила этот бочоночек. Он у меня до сих пор ещё жив. Очень действенный. Если с вечера заболела голова, намазался, лёг спать. И будет тебе счастье. Ну как? Можно, конечно, и в середине дня помазаться, если заболела голова. Но у нас тут пчёлы. Лучше как-то перетерпеть. Иначе тебя могут укусить. Они поймут, что на тебя какой-то невнятный запах. И скажут, не пошла бы ты, Лёля, нафиг сейчас. Мы тебя покусаем. А они меня и так тут уже кусали. Походу, делаю... На этом всё, зрители. Сейчас я тебе покажу ещё мыло, которое тоже зимовало. Тоже, кстати, подарок от подписчицы Лёли. Кажется, это то ли детское мыло, братьев крестовниковых, то ли нефис косметик какое-то там мыло. Ну, в общем, какое-то из тех мыл, которые дарила Лёлечка. Ну, название этого мыла я не помню. Карандаш, как мы вот берём. Может, я как-нибудь тут по АСМРу. По рисованию. Тут у меня ещё всякие такие лекарства, типа анальгин. И как он там, панкреатин. И что-то ещё. А ещё этот, супрастин, если укусила пчёлка, и ты не хочешь, чтобы она у тебя раздулася. А то, помню, раньше укусит пчёлка в руку, а потом такая, ходишь, как буратин. Или у глаза, и вот тебе глаз, алмаз. Так. Не прощаемся. И вот это вот мыло, которое пережило зиму. Оно в мыльничке. Оно, конечно, за зиму-то немножко так вот потемнело. То есть всё, присохло. Но потом оно размырилось и стало вполне себе нормальным. Ну да, оно слегка потрескалось. Чё-то сделаешь. У меня большинство мыл как-то от Лёлечки трескались. Даже иногда Эвановские мыла отрезкались. Чё не так с ними, фиг знает. Но хорошее мыло, оно хорошо мырится. Я даже иногда вот, ну как бы, брала его ещё в прошлом году, как гель для душа использовала, пока тот гель для душа не привезла. Ой, зритель, тут где-то бабочка шрустит, которая, начиная с прошлой ночи. Я, наверное, отрубаюсь. Ты, наверное, не в курсе ещё, но я бабочек боюсь, даже когда они рядом шрустят. Это вообще жуть. Короче, вот на такой бабочковой ночи, кстати, ещё и жарко. Я ещё даже не завтракала. Мы с тобой прощаемся. Вот такой у меня уход в деревне на всё лето. Если ты чем-то подобным пользуешься или, наоборот, хочешь что-то ещё предложить, типа, вот эта лёля тебе бы тоже пригодилась, дай знать в каментах. Я тебе поставлю... Как вот? Сердечко. Сейчас. Вот его отдалю. Вот. Сердечко. Даже если не смогу сразу ответить на камент, то поставлю сердечко, будучи в сети вот стопудово. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok